Плод земляники, ну или клубники, нам представляется какой-то очень сочной такой ягодой. Мы можем даже хотим сказать, что это какой-то плод сочным околоплодником. Однако, если мы внимательно посмотрим на него, то окажется, что все на самом деле не так. Вот эта вот сочная часть у земляники, это на самом деле вот такое вот разросшееся цветоложа. А реальные плоды у земляники, это орешки. Они на этом цветоложе так вот спирально расположены. Таким образом, плод земляники, это не что иное, как многоорешек. И плод этот сухой, многосеменной, а сочная там цветоложа. На самом деле, не только с земляниками едины, у еще одного родственного рода, у дюшанея, есть тоже такие вот земляничные лифраги, да, то есть многоорешки. Правда, они абсолютно не сладкие и не вкусные. Я вот пробовал в ботаническом саду, нашем, такую дюшанею, очень невкусные ягоды. Но очень похоже на землянику, я перепутал даже. Вторым известным плодом, которым принимает участие тем или иным образом цветоложа, это, соответственно, плод шиповника. У него тоже есть собственное название, называется он ценородий. Но что это такое? Если мы посмотрим в развитии на шиповник, то окажется, что вот эта вот сочная оранжевая или красноватая ткань, которая у нас имеется, это на самом деле гепантий. То есть, опять же, вспоминаем, что такое гепантий. Это элементы цветоложа, ну, внизу, и элементы сросшихся лепестков и тычинок и чашелистиков. Вот этот гепантий, у нас он разрастается, становится сочным, а внутри сидят плоды тоже орешки. Поэтому плод, соответственно, розы, это тоже технически много орешек, как и, соответственно, плод земляники. То есть, там изменяется цветоложа. Наверное, одним из самых известных плодов у розоцветных является плод костянка. Вот костянка — это такой типичный плод, который всегда в школе-мучебнике рассматривают. Это у нас абрикосы, это сливы, это нектарины, это там вишня и так далее. Вот что из себя представляет костянка? У костянки действительно вот эта вот стенка завязи дифференцируется на три как бы слоя. На экзокарпий — наружный слой, на мезокарпий — средний слой, он сочный, да, и внутренний слой эндокарпий — он твердый, скларифицированный. И вот в этом скларифицированном слое у нас, соответственно, что располагается? Располагается косточка, она одна. Это, соответственно, сочный односеменной плод, он не вскрывается. У этих костянок обычно имеется вот такой вот шов, то есть они не идеально круглые, а есть какой-то один шов. Интересно, что этот шов есть и у косточек, и у эндокарпий, и у экзокарпий, и у мезокарпий. Этот шов соответствует брюшному шву срастания, то есть по нему срастался туда листик, и вот мы этот шов видим у, соответственно, даже зрелого плода. Ну, интересно, такой костянкой является миндаль. Вот миндаль мы привели к видеть в форме ореха, но на самом деле он развивается как обычная костянка. У него есть, соответственно, кожистый экзокарпий, сочный мезокарпий, твердый эндокарпий. Только при развитии вот этот вот экзо- и мезокарпий, они слущиваются, то есть они высыхают и как бы исчезают. А, соответственно, эндокарпий вместе с семечком опадает. Затем люди научились этот эндокарпий убирать, то есть очищать семя от эндокарпия, и мы используем именно семена. Таким образом, вот этот орех миндаля – это семена плода костянка. Такая вот интересная костянка, которая изначально была сочная, но потом мы используем ее как в виде сухого такого ореха. На самом деле это семена. Ну и последний тип плодов у разоцветных – это яблоки. Хочется опять же сказать, что яблоко – это сочный плод с кожистым экзокарпием, сочным мезокарпием, пленчатым эндокарпием, но опять же окажется, что это не так. На самом деле плод яблока, именно вот плод яблока – это сложная штука. В центре у нас есть пленочки, которые имеют пентомерное строение, эти пленочки. Так вот оказывается, что настоящим плодом, который называется из стенки завязи, является вот этот вот огрызок яблока, который мы никогда не едим. Вот этот вот огрызок из пленочек – это настоящий плод. А вот эта вот сочная ткань, которая полностью обрастает этот огрызок – это цветоложа, это разросшаяся цветоложа. Это очень важный такой момент, ну цветоложа с его элементами, сросшимися с ним. Это важный момент, что мы видим такой вот это пленчатый внутри, это настоящий плод, а вокруг это все вот цветоложа разросшаяся. Последние довольно своеобразные плоды имеются у малины и ежевики. У них как бы вот имеется такой плод, состоящий из множества элементов. И если мы посмотрим внимательно, то у каждого этого элемента можно увидеть засохший такой пестик, то есть это такой апокарпный плод. И в каждом вот из этих вот элементов у нас имеется своя такая маленькая косточка, а вокруг такая сочная ткань. Его традиционно называют многокостянкой такой плод, называется многокостянкой – плод малины. Таким образом мы описали некоторое разнообразие сочных плодов у разоцветных. Ну нужно тут сказать, конечно, сразу же, что мы не все сочные плоды разоцветных описываем, потому что есть другие сочные плоды разоцветных, которые просто так как мы не знаем и не употребляем в пищу, мы их не будем описывать, но это тоже очень интересный момент. Давайте разместим все вот это нам известное растение с их плодами на филогенетическом дереве семейства разоцветных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!